Как вы считаете, чего не хватает нынешнему «Спартаку» для того, чтобы занять первое место? «Спартаку» не хватает игроков уровня «Спартака». На ваш взгляд, это кто должен быть? Больше ничего вообще. Новых титовых, оленей? Уровня «Спартака», понимаете? Больше ничего. Кто должен думать? Руководство «Спартака». Почему? Потому что давайте приведем пример «Зенит». Значит, они приобретают игроков, которые по классу сегодня повыше, чем «Спартака». Так? Да. А для того, чтобы их обыграть, надо не только уравнять, а чтобы стать выше над ними. Вот и все. Поэтому... Сейчас нету никаких предпосылок, как вы считаете, к тому, чтобы обогнать «Зенит» у «Спартака». Или есть все-таки? Ну, это все зависит от «Спартака». Если, может быть, знаете, как говорится, беспроигрышная серия, там, прочее, из 20 игр, там, или сколько. Вообще, это уже вопросы совершенно другие. Главное, конечно, главный показатель – стабильность игры. Стабильность, чтобы каждый игрок отвечал соответственно уровню. Уровню его той позиции, в которую он играет. Вот. И все. А то, что «Спартак» выиграл один чемпионат и один кубок, ну, это говорит само за себя, больше ничего. Какое вам впечатление о Станковича? Да. Не хочу, не хочу говорить о себе. Не хочу говорить. Чтобы это не записать. Это будет выглядеть нескромно, понимаете? А в свое время я вместе с командой выиграл четыре чемпионата, два кубка. Как играл? Стал тренером. Выиграл два чемпионата и три кубка. И с «Араратом» и чемпион, и кубок, понимаете? Значит, подбирались игроки в том же «Спартаке», которые отвечали уровню этой команды. И могли решать самые высокие задачи. А самые высокие задачи – это чемпион, обладатель кубка. Больше ничего. Спасибо. Как говорят, дайте, посмотрите на табло. Спасибо.